Вопрос. На следующей неделе, если пожелает Аллах, я уеду для совершения малого паломничества. Облачиться в яхрам я намереваюсь из своего дома в Каире, чтобы не совершать после полного омовения, так как это для меня трудно, и не менять одежду при достижении меката в самолёте. Однако погода прохладная, и одежда в виде лёгкого яхрама может в какой-то мере стать причиной того, что я заболею по пути в аэропорт, особенно учитывая слабость моего иммунитета из-за химиотерапии, которую я получаю. Могу ли я начать входить в яхрам в своём доме, совершив полное омовение, умастившись благовониями, облачившись в одежду яхрам и совершив молитву? Однако, отложив при этом произнесение слов «вот я перед тобой для совершения малого паломничества» и произнесение тальбии, а после облачиться в тёплую и сшитую по контурам тела одежду поверх яхрама и снять её в аэропорту или в самолёте, и начать там же произносить «вот я перед тобой для совершения малого паломничества» и тальбию. То есть сделать так, чтобы я не был в сшитой одежде при окончании вхождения в Ихрам. Ответ. Хвала Аллаху. Человеку, который решил совершить большое или малое паломничество, дозволено совершить полное омовение, нанести благовоние, надеть поверх одежды Ихрама любые одежды, которые он пожелает, и совершать любые действия, запрещенные во время Ихрама, пока он не намерился начать паломничество. На это указывает хадис, который передала Аиша, да будет доволен ею Аллах, и своими руками умощала посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, при Ихраме, когда он желал войти в Ихрам, и во время выхода из состояния Ихрама до обхода Ифада. Ибн Хаджар, да помилует его Аллах, сказал, этот хадис используется для подтверждения желательности наносить благовоние при желании войти в состояние Ихрама и дозволенности оставления следов благовония после вхождения в Ихрам. Это указывает, что след и запах благовония не вредит паломнику, но запрещено использовать их во время Ихрама, как гласит мнение большинства ученых. Шейх Ибн Базда помилует его Аллах, сказал, нет греха в том, чтобы совершить полное омовение, облачиться в одежды Ихрама и умастить себя благовониями дома, так как они живут на расстоянии, которое считается близким к Микату при передвижении на машине. Однако шариатам велено входить в Ихрам только из Миката, а Ихрам – это намерение начать паломничество. Это и есть состояние Ихрама. После намерения по шариату они должны произнести, вот я перед тобой для совершения малого паломничества или для совершения паломничества Хаджа. Шейх Ибн Усимин, да помилует его Аллах, сказал, слова автора, его намерение является условием, То есть намерение вида паломничества или намерение начать определенный вид паломничества является условием. Паломник обязан вознамериться начать паломничество, и если человек станет произносить слова тальбии, не имея при этом намерения, то он не войдет в состояние ихрама только из-за тальбии. Если человек облачится в одежды ихрама, но не будет иметь намерения начать паломничество, он также только из-за одежды не войдет в состояние ихрама. Тальбию может произносить и паломник, и обычный человек, как и изар и рида, которые являются одеждами Ихрама, может надеть паломник и тот, кто паломником не является. Поэтому вы можете надеть поверх одежды Ихрама скроенную по форме тела одежду и любую другую для защиты себя от холода. А также можете совершать все действия, которые дозволено совершать не паломнику и которые запрещены паломнику, несмотря на то, что вы уже совершили полное омовение или облачились в одежды Ихрама из дому, пока вы не вознамеритесь начать паломничество. И это намерение, как было сказано, является условием, и вознамериться человек обязан только при достижении меката. Войти в состояние Ихрама до меката дозволено, но это противоречит предпочтительному. Аллах знает лучше.